здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас артистический эфир я бы даже сказал в гостях у нас и певица и актриса в общем творческий человек а творческому человеку все мало но главное начать и вот от начала до сегодняшнего уже такого приятного успешного состояния мы будем разговаривать сары окс актрисы певицы которые нас в гостях здравствуйте со здравствуйте очень приятно что пригласили вот я конечно же познакомился сейчас знаете биографии так пишут одно дело когда это действительно вы где-то говорили действительно где-то вы рассказывали вы что же можете что за ну что-то приукрасить о чем-то забыть то вот а другое дело когда человек приходит к тебе в студии сам все рассказывает вот вы же у нас получается уроженка то киргизии ну так вы родились на той земле на той земле тогда же все новоще было киргизская ссср мы же все люди советского союза из сиркуль аксу белая вода снежных гор она берется и течет сюда вот ваши родители ваша семья кто эти люди как бы сейчас знаете модно вести искать колено кто откуда произошел вы что нибудь знаете как раз вот еще у колени еще людей кто сможет меня к этим коленам о вести за руку не могу найти давайте объявим кто давайте кто ведет учет родам я бы с удовольствием заказала бы выходите уже родственников хотела сказать заказала бы но да все колени хотелось бы максимально рассмотреть потому что я такая талантливая думаю господи ну в кого же я вот так смотрю вот из моего окружения все-таки скромные ну ну как кого то я я и вдруг такая я явно еще знаете когда в питере была в эрмитаже смотрю на дворец и чувствую как-то как будто я была уже надо поискать в коленях где-то что-то то есть вы когда увидели какое-то платье императорской императрицей почувствовать трон захотелось присесть но не разрешили не разрешили а если конечно будет серьезным хотя в моей жизни очень сложно быть серьезным да и не нужно я считаю нашей сфере чем более ты поясничаешь тем не как-то добрее тебя бы назвал это иронии до такой иронии гламурной иронии даже песними такие ироничные я перестала завязала и название даже такие интересы инский терминой хочется иногда показать себя умным человеком ну не всегда получается что это родители родители из наверное из простых рабочих семей но талантливые что не смогли свой талант не было возможно характера или какие-то обстоятельства они не смогли это талант реализовать ну я решила за всех а там все тогда от работы но все равно наверное же не все так предполагалось тогда родителями что у девочки не то что получится она еще так взлетит даже будет участвовать там ну в выборах скажем так известных песенных конкурсов и вообще петь до выступать в на обложках журнала кстати девушка на обложке журнала вот в то время это же фантастика фантастика более того когда только все начиналось это были вот начну начало нулевых наверно даже раньше нет даже раньше когда еще не было интернета и все приходилось вот так через рукопожатие ознакомиться с людьми поначалу было ощущение что став звездой ты решишь все свои проблемы и материальные и моральные и найдешь себе нужных тебе людей со временем когда ты погружаешься в эту бездну в эту пучину и когда тебе становится больше лет многие вещи переосмысливать но например раньше не казалось певица это что-то такое супер солидное то сейчас как часто отзываются об артистах не очень гоже иногда они ну вы знаете как порой называют артурда особенно предвыборной компании быть артистом сейчас нужно просто иметь хороший тыл нужно иметь достаточное количество денег и бюджета как будто не говорил мне удается попадать на обложке без оплаты но чаще всего и для обложек осылали прайсы недавно а прясть нас миллионы рублей прайс чтобы вызвать на разворотик да а вы знаете что многие известны даже же артисты чтобы поддерживать медийность они платят за эти ложки кто знает это тоже знает почему для меня было принципиально не платить потому что я знаю что если ты один раз заплатишь занесешь хорошую сумму денег это разлетится по всему курятнику и тебя уже никто знаю по рассказам своих коллег по цеху и фабрикантов кто жаловался что у кого-то были богаты мужья и эти мужья все оплачивали потом когда мужья заканчивались это этот человек певец певица оставались у разбитого корыта потому что от них требовали денег денег нет все она не нужна или он не нужен поэтому я понимала что это такая вы сейчас нам раскрываете тайну которая конечно в общем то уже вышла из-за пределы собственного личные планы вы же пришли прошли такой путь родившись в киргизии вот практически сразу ваша семья переехала запорожье где вы там журналисты сестра инвалид я даже да это было не прочитали у вас сестра его потом вы там кто кому-то давали интервью что как-то мне очень хорошо и в школе очень хорошо это как-то вас убежали да я как из я же телец я упрямо не на перейти в другую школу и до последнего там три года ходила и до пост вот фильм чучело это про меня как раз какой-то степени плюс-минус и сюжет прям и конечно дети очень жестокие подростки жестокий буллинг тогда был бурен киня страшный только потому что я училась хорошо и потому что у меня мама работала дворником для них это было непрестижно и меня прям чему релиз такое слово можно поэтому и у меня хорошая школа жизни когда мне говорят а если у меня звездная болезнь откуда и взяться я решила тут очень такой важный момент потому что мама это же святые такие вещи вы не стеснялись этого вы пытались оказалась дети все мы же мы же знаете а сейчас приходит понимание и даже иногда понимание разумения что бывают случаи когда все надо бывает хуже намного когда детей издают где дома и когда я слушаю саду и дедомовцев как им там тяжело живется я понимала что лучше вот как есть чем то что могла психику же ломает это если ты в обществе и никому не нужен это по темечку бьет вот получается у нас программа короткая к сожалению вынужден найти такую пену а мне хочется все это такое я ничего да а как так получилось совместить и вот я вижу ваш характер такой да не у не уемный до человек который все-таки уже начиная вот как семья переехала начинают эти кирпичики выкладывать борется с буллингом и так далее пытается утверждаться и самоутверждаться ставит перед собой какие-то цели вот и в общем то можно сказать что все успешно то есть если бы сейчас например предварительную черту подвести судят по тобой что написано очень все неплохо вот вы сегодня себя как ощущать с одной стороны у меня все есть для жизни как удачно я вовремя переехала что мы живем мы живем тут конечно под мирным небом так уже счастливчики второе а материальный определенный свой то есть у меня есть свое жилье боже мой свое жилье я не верю что это говорю в том роде я мечтала поставить по повесе точки вазочки есть на чем ездить на чем кататься и при этом не нужно быть эскортницей то есть у меня нету такого гражданина от которого бы я зависела как-то глобально то есть у меня есть свои заработки как ну как единство что артист конечно это такая профессия нужно дополнительно смежной области осваивать чтобы не пропасть как это было в пандемии когда ты сидишь и думаешь а что делать понимаете так как выхали всем либо надо что все на те кто-то поддерживал это как хобби знаете когда ты заработал не заработал ну неважно главное что есть где-то тыл и мне нравится петь например танцевать присать кому что и ты радуешься тому что ты проявляешься реализуешься но ты не зависишь денежно от этих историй либо же тогда нужно как-то дополнительно осваивать смежные области вот сейчас по краю такому ходите что наши телезрители они так как и пленули сейчас к экрану или к видео хостингу где мы тоже показываем себя они сразу услышу слова экскортница до слова модель начинают быстренько выстраивать схему сейчас не про вас а вообще ну а почему мысли то есть когда 90-е годы что тогда показывали будь вот такой у тебя все получится причем смысл заключался в том что кто-то там поет 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 и никто на него внимание не обращает как кажется да а кто-то вот просто и и немножко поет вере не умеет петь но если надо мы сделаем был такой период то есть я так понимаю что ваших словах звучит поиск тыла именно в точке с точки зрения помощи творческому моей груди касался лишь аккордеон вплоть до момента пока я не встала на ноги как хотела потому что я не знаю я думаю что есть элемент метафизики потому что я верю в бога и чем дальше тем больше и люди попадались тебе и такие истории происходили когда мне оплачивал билет человек вообще посторонние плачет билет москву торчат меня приютил вообще но без каких-то историй обаяния это судьба ну просто вот правда приехала ну не хочу не лимита но приехала вот ну с банным листиком вместо шорт ну все приезжают москву как правило так вот кто же родственников не было цель да кстати вас отпустили вы сбежали оттуда можно так сказать или все вместе я же как стать у меня не было особо куда вернуться потому что мне хотелось то иметь свой угол свой дом свое свое то есть это немножко надо сепарироваться и если отношения токсичные тем более поэтому и плюс я не видела себя той стране душа сюда я чувствую себя вот на своем месте каком году переехали я приехал в 2008 году только приехала пока наездами туда-сюда туда-сюда подрабатывала певицы в ресторанах на свадьбах чтобы денежку заработать на морях а теперь песня для когда у девочка появляется свое жилье это все это все ты можешь ну все хорошо когда ты арендуешь квартиры и зависишь еще от того что аренную плату вносишь не носишь ты вот как этот мышонок как воробушек этот сидишь и не чувствуешь себя спокойно тревожность цели поэтому вы терпели все это больше десяти лет я была мигранткой и соответствующим отношениям я я стану гражданкой страны и перестану быть человеком на букву г вы знаете как мигрант это ну так а потом я стала гражданкой а все равно к нам относятся не всегда можно быть на букву г в общем ладно все равно все зависит от человека вот я хотел этот момент потому что москва московская область от такой договоре агломерат где есть все но мы немножечко сейчас вот в этом периоде находимся второй части будем говорить уже о расцвете да о том что же все состоялось вот что это за цель такая идти вперед ведь вы же прекрасно понимаете что в таком возрасте таком большом городе когда в общем то столько искушений как я всегда говорю своим например студентам всего много тем более в наше время когда кто-то может опять же не судьба может быть да не тот человек попался как вам удалось-то сохраниться и внимание достичь успех наверняка же были какие-то варианты как перед камнем стоять налево пойдешь направо будешь прямо пойдешь ну начну с того что зачем идти вперед если у тебя есть свой тыл изначально все хорошо родители тебя ждут у тебя ты живешь в изобилии в комфорте конечно наверное варианты есть у меня вариантов не было и закончила школы закончила вам институт отучилась на бюджете получила диплом я поработала на местном канале по первому образование журналист второе образование получил уже в россии на на базе первого как прав переподготовка это называется стилист-миджмейкер поэтому его вас а будь одеть и раздеть отлично поговорим после программы то я решила что это полезно будет история для артиста касаемо того что налево-направо вы знаете иногда люди ко мне я во-первых очень наивная наивной в каком плане ко мне подходил мужчина говорил я продюсер пойдем подвал эти я потрогаю ты подходишь не подходишь а я была такая наивная я говорю ну хорошо сейчас это подумаю я приду я реально не понимала что от меня хотят из-за того что я был вот этот наивняк иногда мне намекали на какие-то интим а я приехал говорю моей груди касался аккордеон я не понимала где я нахожусь я позднее в этом плане человек и иногда какие-то вещи я действительно не понимала что это меня хотят и человек уже психовал и меня просто отправлял и со многими было сотрудничать со со многими известными артистами и она была чаще и неудачная либо я никогда не терпела чтобы потом в мемуарах вы расскажете у меня вот так вот и за горло держали мне было тяжело моей душе потому что когда тебя ломает горят и должна быть не сара окса сара роуз там ты должна петь в шансон а не петь вот это и ты понимаешь что тебя просто крутят как это в прокурсовом ложе это не твое я уходил 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 часто уходила от людей от разных же самостоятельно и свою сохраняю не помогали люди которые мне не родственники люди москвичи и вот как это происходило соцсети я раскручивал соцсети тогда у нас были эти ну известно и там я не сейчас есть эти социальные сети были мои там фанк мой там они фан-клубы громко звучало но были свои там у меня поклонники которые приезжаем эти поможем и тебе сделаем туда все потом уже к этому всему круговорот и добавился там один человек который которому я понравилась я же не дева мария все равно как-то развивалась во всех отношениях поэтому конечно же попадались мужчины которые помогали в первую очередь поддерживали верили в себя знаете часто бывают такие токсичные отношения вот абьюзер абьюзда науч я читала готовилась и когда мужчины докуда ты лезешь да что ты сиди дома и я не хочу там что на день это покрывало на голову дали вот есть которые не пускают девушек или обесценивают их мне в этом плане везло самим любоваться так иногда еще делаю то не выносит чужой успех наоборот меня петбок выпины валей давай иди иди продвигайся иди вот я сделаю то на ты иди и делай дело 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 но мне два раза повторять не надо я пошла и правда очень было первое время вообще не перла ну просто я и ходила и даже хостес и работала как модель чтобы заработать какие-то копеечки первая моя съемка была я снималась для каталога белья для беремен для кормящих мам не мачки расстегиваешь и покормишь но там понятно все застегнуто было но это первым опыт модельного бизнес можно так сказать даже нет модельного вы думали тогда что будете петь конечно и для этого приехала и кстати я приехала 1 1 1 1 москве я выступаю в golden palace а второй день 2 приезд в москву в метелице тогда еще не были открыты ведь я спела там с рожками бесплатно за булочку хлеба но все равно тогда тоже был продюсер позвал спой будет жюри кто-то тебя выберет ну наивняка и я думаю выберут а там просто ну мы же знаем как это бывает сидят там спонсор или мужчины которые еще тебе паворита когда и когда не понимала я думала ну все сейчас я выйду с этими с костюмом для танца живота как взмахну своими эти лесами все сейчас продюсер сам меня увезет сейчас я понимаю что все это наивняк но тогда эти были вас возможности ты карабкался там познакомился там выступил дам опыт это все нужно вот сейчас мы сделаем паузу в первой части мы узнали о тяжелом и сложном пути при этом иронично да иронично все рассказано а главное мне нравится то что обычно значит люди творческие либо что-то придумывают либо всплакивают либо как-то давайте сразу как бы вырезают неадекватно как нет а здесь как бы показано просто это это многим знакомо то что вы рассказываете да а вот во второй части мы уже узнаем чего же добилась саракс на сегодняшний день начнем так отчеты подводит подбивать промежуточный делаем небольшую паузу вернемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях актриса певица сара окс в первой части мы рассказывали о сложенном творческом пути ищущей девушки которая выбилась из самых как раньше говорили низов и вот она приехала в москву поет уже в новых таких крупных крупных домах при этом надеюсь на то что ее заметят и вот завтра как говорили некоторые я уже буду на определенном телевизионном канале но не так-то это было пришлось пройти определенный путь тем не менее сейчас мы уже говорим о том что состоялось участие в проекте с алой борисовны да что-то она сказала что-то как-то вас заметила мне кажется что после этого любая певица вот еще из советского союза который хотя бы маленькими пальчиками там стоит советском союзе для нее это очень важно как вы попали и вообще что для вас и музыкальная деятельность когда уже скажем так вы почувствовали что пошло этот проект стала пугачева это как раз был один из первых проектов которые что-то вообще уже как-то крупные да потому что до этого ну все это было беготня все это суета какие-то рекламные ролики съемки ну вы чувствовали что к чему-то идет абсолютно не чувствовала я шла я помню этот вечер я шла у меня были сапоги уже дырявые крутые и я власть лучше я шла из вся нога мокрая иду домой и не звонят по телефону вечером ночь уже была ноябрь где-то было и вот не звонит здрасте это радио такое то вы вот выиграли я думал это какой-то прикол а на самом деле думала что перепутали скорее всего меня с кем-то нос как к откуда алла пугачева радио алла и я иду с теряным сапогом ну вы перепутали что-то я думала это что-то реально перед мне не верю я не понимала психика и отказывалась это вере хорошего начала для книги я идусь промокших промокших сапога это как так много еще нюансов сколько еще съемок а было у меня на кладбище но это отдельная история касаемо вот алла пугачевой когда все-таки до меня дошло что действительно это не шутка не розыгрыши за мою песню я помню песню называлась вдруг меня заметили и позвали в число финалистов а было там там десятки тысяч если не больше участников и я отправила свою песню далеко не самую на мой взгляд прям хитовую и почему-то вдруг меня отобрали и я нигде этого раньше не видела и нигде в на сайте ничего не выложено но было очень странно для меня я говорю окей и момент такого мне никому было тоже позвонить и и рассказать вы знаете что ну там ну некому было позвонить но не было таких людей кто бы со мной разделил эту радость и тут такая как пузырь наполнилась не было друзей а и тебя аж разбирает от радости так а колобок идешь такой не каждому расскажешь ты понимаешь ли чек в каждом его понимала что в моей знакомой они скажут примерно вот так мухрю и думаю зачем толку если бы со мной также порадовались вместе это другое дело тогда пришлось радоваться в одиночку я помню что я готовилась к этому мероприятию там больное платье пошел ответственности я не ожидала что она будет лично сидеть это раз я не ожидала что надо тут денег и доллары ну конечно там мы финалисты нас было не так много помочь от 15 до 20 человек но это очень я ну это джекпот понимаете я иногда думаю что мы побеждаем или чего-то получаем от жизни не 100 потому что мы условно в этот момент чего-то достойно то песня шикарно не всегда или голос шикарный а потому что ты долгое время ходил дырявых сапогах там или не доедал или там сняли сосиски условные и потом тебе в жизнь просто дает компенсацию и в другом как в каком-то моменте ставить также часто бывало баланс да поэтому когда я что-то принимает и понимаю что блин ну ей же лучше там люди в чем-то сильнее почему я и я понимаю что а я уже оплатила баланса списано понимаете поэтому когда на такие вещи происходят я понимаю что это оплачено было когда-то другими какими-то нюансами да не обязательно что ты там чем-то талантлив данный момент денежек дали я там спела есть видео как бы кто хочет посмотреть дальше пошел реальти-шоу одно реалити второе на первом я выиграла первом реалити-шоу психика конечно психика была сломана но денежку тоже выиграла понимаете так и же может кстати спасала то что все-таки можно когда ты еще понимаю что финансовый вопрос я немножко когда творчество и финансирование творчество держит тебя в нормальном состоянии а если ничего нету может психика сломаться но потом же у вас еще вы дошли там чуть ли уже не до евровидения что такое так получилось тоже загадочная история я в 12 год был отбор от друг там же как два канала соревнуются кто в общем когда еще было это ировидение нам доступно я подала заявку опять же ни на что не надеясь подала и прошла в полуфинал как понимая как у нас же свои своя там протекция продюсер заводите что вам всегда надо куда-то посылать заявку не один раз знаете что мой сайт знакомств это рассылки если я не занимаюсь если я не ознакомлюсь не общаясь с людьми то ничего не произойдет все то что вот произошло в моей жизни мне все дал интернет все дал интернет представляете даже вот какие-то там личную жизнь и что-то не то ли меня находили то ли я но все происходило через интернета если бы не интернет что было как бы я не знаю до сих пор вот декорация бы то скалать это я не знаю даже что было со мной поэтому я благодарна за эти возможности которые нам даются слышим ну вот сегодня мы же как про журнала я посмотрел просто на интернете одна обложка 2 было я даже не знал за многие журналы которые знаешь есть журналы которые уже не знаешь и так далее потом перечислены фильмы ну понятно что это где-то эпизодическое участие где-то чуть больше где-то чуть меньше тоже ради денежки опять же я понимаю прекрасно вот вид кем сегодня себя ощущаете вот вы как 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 сейчас горят как на себя личный бренд личный бренд наверное вот так позиционирую как артист все будет токс так получилось многие меня как не обвиняли как тебя сара как тебя зовут сара по-настоящему у меня мозг ломается гуманита это гуманитария еще сломался мозг мозг я не знаю что отвечаете ну ну что и думают что я вот дни сара конечно оксана я не знаю мне так называть думаю что уксы такса в общем я потому что путь был непростой но я самое главное что нету точки b до сих пор потому что это бесконечная беготня в этом барабане как хомяк главное не успеть не помереть раньше чем барабан крутится потому что постоянно нужно доказывать себе окружающим что ты в строю что ты еще не не ну что ты там нет ни разжирел не спился не умер там ты не не завонялся ты артисты ты продолжаешь двигаться и развиваться чем дальше тем больше надо гантели поднимать потому что уже слабость там до одышка да то есть нужно следить за собой уже ты не можешь жрать что попало там же а что-то с фитнес-клубом было связано тоже интересные мазки в моем вот скажите это же здорово на здоровье надо бороться ваших потом есть такой персонаж у нас впервые в рбк написали казалось бы рбк это же такое здание бизнес нет надо про стараемся которая волосы вырвала участница 2 за тренажер подрались таки вырвала такая тоже осталось без того самого пришлось там крепкая девушка я не планировала я не я не люблю драться это не моё но потому что как-то может быть может быть моё людям могу раздражать людей вот я вас раздражаю скажите нет вот причем в момент час но а так вот девочек и давать раздражаю и не знаю вот живу себе живу а я прервала меня кому-то знать не знаю что кто это его начинается возня слово за слово может быть мой язык острый я тоже же не молчу этом полотенце бросили на пол я отвечу но это тоже такая закалка это возможно даже что-то менталитет на южная ну вот темперамент не деть никуда холеричный темперамент поэтому возможно я нахожу такие даже никита джигурда меня успокаивал казалось бы я к нему ходила на к на консульт спрашивала никита как ты вот сам после мы с никита джигурдой дуэт записали подружились и она с ним один общий мастер театральном институте что когда у нас был на интервью вот многие воспринимают никиту но как да когда съемка заканчивается когда я назвал эту фамилию и мы сразу стали вроде как на из одного так сказать поля ягоды ну и что он вам ответил никита когда вот так и отказал один в один он сказал что весь мир это театр это игра и вот все играют и трамп играет они все кого-то да вот это 3 3 3 кистер и вот надо играть в эту это все игра и нужно воспринимать серьезно конечно да бывают такие черный пиар это тоже пиар и когда-то пошло что на пользу все равно ну по факту да но я справку сохранила на всякий случай 2 года оказывается надо сохранять справку о побоях через два года муж в течение двух лет могут как мы здорово об этом сказали раз информация вроде бы сказали а вроде бы не сказали тоже мастерство вот сейчас мы подходим к важному моменту нашего разговора потому что обо многом успели поговорить но самый главный смысл был о том как вот выжил человека как достиг чего-то чего достиг на сегодняшний день где чего над чем идут работы съемки фотосъемки песни будет ли новые песни с интересными названиями . б она далеко всегда рядом со мной где-то маячит впереди это как ослика морковка но моем случае я пойму что я в точке б когда я смогу позволить себе инвестировать науку желательно в российскую инвестировать какие-то крупные проекты когда у тебя переизбыток средств такой что ты можешь влиять на мир но влиять благостно ну что я хочу влиять они просто пылить землю в науку в какую вы инновационные проекты для того чтобы например у нас там надо и увеличились молоко было более качественно или да или какие-то машины придумывали которые бы нам жизнь облегчали лет медицине какие-то аппараты чтобы почему вас это волну очень волнует потому что я хочу меня не хватает мозгов это с эти самой составить сделать а столько из проектов которые я с многими общаюсь с многими инженерами и талантливыми кулибинами и общаясь и ноги мирит нас власть не слышит кого-то нет нас вот там не но на кого-то просто денег не хватает до киевина качественные проекты такие схемы которые если в них вложиться в этом ведь у нас же часто вкладывают но не у нас в америке вкладывать такие странные эксперимента какие-то странные там сто человек позвали далее чего-то там ну вот эти все какие-то разные до интересные опыты которые особо не дают никакой картины и не меняют жизнь мне бы хотелось больше вкладывать какую-то техническую историю составляющую в мозги вкладывать потому что хотели чтобы потом было написано что деньги были даны тем-то тем знать как на памятниках пишут на памятника уже я не знаю насчет памятника я бы хотела кремацию если честно я не вауне я не об этом я говорю о том что вы далее как спонсор вот этого научного проекта просто вот этого хорошо я буду понимать личного что мы чтоб где-то кому-то чего-то какой-то пинок произошел и в мире все чуть-чуть и мы вот автомобили у нас появились раньше же тоже не было тоже долго и заводили этот моторчик тоже он не нормально не ездил самолеты даже все как раз кто-то кого что-то инвестировал кто-то в чьи-то мозги инвестировал тот же интернет вот это пока этого нет я считаю что промежуточной точке g честно скажу что неожиданный финал для меня что я благодарительности пока всех животных не спасу это моя боль и знаешь это невозможно спасать кошечки или вообще не кошки можно и даже даже и павианов и крокодилов я за и хищников пока я не смогу всех спасти я буду считать себя бесконечно но деньги же они имеют такую тенденцию но постепенно исчезать поэтому нужно их как-то зарабатывать то есть проект это ваше существует я хочу больше востребованности чтобы больше было разных проектов чтобы я а что больше не сниматься театр у вас еще был театр что вы хотите точно не заработаю на инвестицию перед на инвестирование крапа корпоративы телевизионные проекты рекламные проекты когда мы смотрим федеральные каналы там к шампуньку раз за несколько миллионов прорекламировала часть я ниже к вложила в нужное дело спасла кому-то точечно что-то отдала я сейчас это делаю но это все очень для меня мелко то есть я могу кому-то подарить электроплиту из там на дальнем востоке живет семья в избушке сейчас опасный момент вы начнут письма потом пойдут по вам подарить пожалуйста лимит я могу 1 месяц помогать но я стараюсь вещами то есть я денежку очень осторожно даю потому что не не знаешь куда чего на то жаре недавно только плиту новую купил ну что но вы не похожи на тирату вы очень успешно состоятельность виду человек хорошо это была программа открытый диалог актриса певица сара окс была сегодня очень откровенно программа открытый диалог с вами был николай певненко до свидания